Студенты и преподаватели Российской таможенной академии стали донорами. Они сдали кровь для раненых российских военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации по защите Донбасса. Наша съемочная группа познакомилась с добровольцами. Этот небольшой уголок в Российской таможенной академии стал временным медицинским кабинетом. Здесь развернули свое оборудование сотрудники станции переливания крови. Для студентки второго курса экономического факультета Ирины Авданиной картина знакомая. Девушка не раз становилась донором в стенах вуза. Нужно помогать людям. Тем более мне интересна сфера медицины, изучать ее. И я наблюдаю, как на операциях сложных всегда важна кровь для переливания. Сегодня это актуально как никогда. В донорской крови нуждаются военнослужащие, которые получили ранения в ходе спецоперации на Украине. Чтобы обеспечить в госпиталях наличие жизненно важного компонента, руководство Российской таможенной академии проводит акцию совместно с Люберецкой областной больницей. Мы откликнулись на призыв всей страны и составили целый план своих действий. В течение трех дней работники, обучающиеся профессорско-преподавательские составы будут сдавать кровь. Мы должны воспитывать свою молодежь в духе патриотизма к своей родине. Молодежь наша очень хорошая. И вы видите эту очередь, которая за моей спиной. Они откликнулись всем сердцем. Принимали вчера 50 человек, сегодня планируем 40 и завтра еще 40. Ребята очень активные. Откликнулись на помощь, на просьбу о помощи вернее. Я думаю, что у нас все будет хорошо и достаточно заготовим мы крови. Пришли даже те, кто раньше никогда не сдавал кровь. Искандер Файзеев в роли донора впервые. Но уже сейчас, сидя в кресле, решил, что это станет для него доброй традицией. Как только я узнал, что у нас в Академии проходит донорский сбор крови, я одним из первых записался. Потому что нашим бойцам будет приятно знать и осознавать, что за них стоит вся страна. Поддержку российским войскам представители таможенной академии выразили и с помощью флэшмоба. Курсанты военного учебного центра, преподаватели и студенты выстроились в форме латинских букв Z и V. В патриотической акции приняло участие 400 человек. По официальной версии Министерства обороны Российской Федерации буква Z означает «За победу», а V – «Сила в правде» и «Задача будет выполнена». Уиза и Газарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.